У нас с вами семинар сегодня на тему расхода и затрат в управленческом учете, особенности, сходства, различия. Зовут меня Казакова Светлана Васильевна, и я преподаватель Центра специалист направления финансовый менеджмент. Если коротко о себе, то, вы знаете, финансы — это моя любовь и страсть. У кого что, у меня финансы. Соответственно, в сфере моих интересов — это управленческий учет, бюджетирование, автоматизация, система управленческого учета, бюджетирование, внедрение системы автоматизации на предприятиях. То есть все, что связано со словом «а давайте-ка посчитаем» — это ко мне. Если смотрели мультик советский «Димовочка», так там вот кроты были, которые на «Димовочке», и они вот шли, когда им чуть-чуть взгрустнулось, «а давайте-ка посчитаем», и много интересных выводов сделали. Вот я как тот крот фактически и есть. Сегодня у нас с вами достаточно такая интересная тема. «Тема затраты и расходы». Коллеги, почему выбрала эту тему? Три года назад проводила аналогичный семинар. Тогда рассмотрели на простом, на таком мультяшном примере. Тема вызвала множество откликов, множество вопросов. И студентам регулярно рассказываю на своих семинарах, все равно продолжают путать. Хотя те, кто вот прошли курсы, уже с этим не путают. Давайте посмотрим, какие вопросы мы сегодня рассмотрим. Разберемся, конечно же, с определением, чтобы уже не путаться никогда. Посмотрим, какие есть взаимосвязи. Ну и буквально, не знаю, одну, может быть, две задачки успеем решить. У нас же ведь на все про все всего 40 минут. Те, кто хочет порешать задачки вместе со мной, слушатели, которые к нам присоединились в Teams, посмотрите, пожалуйста, присутствовать могут все. А вот файл скачать смогут те, кто в команде, те, кто регистрировались. Те, кто у нас присутствуют в аудитории, у вас на рабочих столах есть такой ярлычок, называется «Общая папка». Если вы в нее зайдете, там есть папка под названием «Казакова», и я туда сейчас помещу файл под названием «Задача пример». Но это те, кто, еще раз повторюсь, хотят порешать задачки вместе со мной. Остальным это не обязательно. Итак, коллеги, давайте разберемся с определением. Обновите, общая папка, сейчас поместила папка «Казакова». Единственное, я прошу, не забирайте оттуда, а скопировать. Коллеги, которые в режиме Teams, посмотрите, пожалуйста, в команде у нас файл для работы с вами есть. Итак, давайте определимся с определением. Если следовать логике учебников, которые у нас есть, и, как правило, вот как раз-таки определение, слушатели знают, затраты – это стоимость всех ресурсов, использованных в процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Соответственно, английскую транскрипцию на доске видите. Коллеги, посмотрите, затратами может являться что угодно. Ну, если мы с вами сейчас откроем наш пример в задачке, сейчас задача пример, то как раз-таки для иллюстрации, сейчас выведу коллеги на доску, посмотрите, пожалуйста, вот у нас есть предприятие, это, кстати, пример из Молчанова, управленческий учет за 14 дней, всячески рекомендую автора. Так вот, посмотрите, здесь есть некоторые операции, компании тут Папа, Карла и Ка, который занимается производством мебели. И вот посмотрите, например, частично предоплачены материалы, то есть мы заплатили деньги, мы деньги потратили, потратили, это будет затрата в данном случае денежная. Поступили материалы, это у нас не затраты, это у нас актив к нам пришел, а вот теперь посмотрите, заказаны и оплачены работы, затраты, выдана подотчетная сумма, затраты, выплачен аванс, затраты, посмотрите, пожалуйста, перемещены материалы в производство, это затраты, то есть всегда, когда мы что-то тратим, а тратить мы с вами можем, посмотрите, пожалуйста, следуя нашему определению, любые ресурсы, не только деньги, то есть затраты, это не только когда мы покупаем, посмотрите, оплатили мы условно сырье, деньги потратили, потратили, это затрата, пришло нам сырье на склад, мы сырье списали в производство, ну, бухгалтера говорят на 20 счет, де-факто мы переместили в производство, на складе у меня сырья не стало, затрата, затрата, ведь мы сырье потратили, потратили, незавершенное производство у меня с производства превратилось в готовый продукт, незавершенного производства не стало, у меня стало меньше, потратили мы ресурс, потратили, это затрата, мы тратим электроэнергию, тратим труд, тратим наши активы в виде, изнашиваются наши основные средства, это все абсолютно затраты, То есть, как только у нас чего-то тратится, то есть, становится меньше, это все затраты. Здесь стоит вопрос, а что же тогда расходы? Разве это не то же самое? Нет, коллеги, если посмотреть на определение, то расходы, посмотрите, пожалуйста, это только те затраты, которые участвуют в формировании прибыли определенного периода. То есть, если говорить о российском определении, определение, я сейчас вернусь на предыдущий слайд, по РСБУ, то посмотрите, у нас как дает закон определения, что расходы это уменьшение экономических выгод в результате, будь то выбытия активов или возникновения обязательств. Давайте-ка вернусь к предыдущему слайду. То есть, посмотрите, когда я что-либо трачу, это все затраты, это однозначно. А расход возникает тогда, когда моя затрата не привела к появлению нового актива. Ведь трачу я ресурс. А что такое ресурсы? Ресурсы – это активы предприятия. Давайте вот разберемся. У меня были деньги, да? Я купила сырье. Денег не стало, это затрата. Но у меня не произошло выбытие, уменьшение выгод. У меня появилось сырье. Ну, может быть, если мне не сразу его привезли, может быть, дебиторская задолженность. Если я аванс поставщику, то есть, по факту, мои деньги превратились в дебиторскую задолженность. У меня уменьшения выгод нет. Я условно заплатила поставщику 200 тысяч, у меня 200 тысяч, теперь дебиторская задолженность. То есть, авансы, выданные поставщику. Значит, у меня сейчас нет расхода. Хорошо, пришло сырье. А может быть, мы закупили товары для перепродажи на склад снова. Да, у меня дебиторской задолженности не стало, но у меня есть теперь запасы на складе. Будь то сырье, будь то активы, в виде готовой продукции, товары для перепродажи. Далее, посмотрите, пожалуйста, если это сырье я переместила в производство, опять же, у меня сырья не стало, это затрата. Но у меня ведь появилось незавершенное производство. Вышла у меня готовая продукция, у меня незавершенного производства не стало, но у меня появилась готовая продукция. То есть все время затрата приводит к появлению нового актива. Так вот до тех пор, пока затрата приводит к появлению нового актива, у меня же мои выгоды не уменьшаются? Нет. То есть фактически у меня один актив превращается в другой. Но если посмотреть на цепочку стандартного предприятия, то сначала вы были деньги, появилась дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность превратилась в сырье. Сырье превратилось в незавершенное производство. Незавершенное производство превратилось в готовую продукцию. А вот в момент, когда я отгрузила продукцию, у меня ничего не осталось. У меня появилась выручка и появились расходы. То есть мои ресурсы, мои затраты только в этот момент превратились в расходы. То есть произошло как раз таки то самое, либо наше формирование прибыли, появились доходы или расходы, или как говорит наш закон о бухгалтерском учете, ну либо ПБУ у нас расходы, произошло уменьшение экономических выгод. То есть произошла отгрузка, говорит иногда российский бухгалтер. Кстати, вы знаете, когда только появилась вот западная мода на терминологию, знаете, даже существовал такой глагол, вдруг кто сталкивался от транскрипции экспенсить, то есть отнести на расходы фактически. Поэтому, коллеги, если изобразить взаимосвязь, то она на самом деле, вот я думаю, со следующим слайдом станет намного понятнее. Посмотрите, затраты, это затраты абсолютно любых ресурсов. Еще раз повторюсь, тратить мы можем с вами что угодно. Деньги, сырье, труд, электроэнергию, чего там, что угодно. Но в части случаев при затрате у нас появился новый ресурс, который мы можем использовать дальше в будущем. Вот как раз-таки это те примеры. Деньги потратили, сырье появилось. Сырье потратили, незавершенное производство появилось. Только посмотрите, потратила я не только сырье. Я потратила сырье, я потратила труд рабочих, потратила электроэнергию, подешевели, износились мои основные средства, оплатила аренду, это тоже мои затраты, может быть, коммунальные услуги. И все это привело к появлению незавершенного производства, аккумулированная сумма. А в части случаев, посмотрите, пожалуйста, наши затраты не привели к появлению нового актива, то есть истраченные ресурсы, которые невозможно использовать в будущем. Поэтому, коллеги, на самом деле, всегда, когда вы пытаетесь определить, а вот данная затрата, это расход или нет, то надо себе задать вопрос, а появилось ли у нас что-то новое? Почему именно этот вопрос, коллеги? Потому что у разных предприятиях одна и та же затрата может быть расходом, а может не быть. Давайте сначала определимся с самым простым. Все расходы – это затраты, как видите, понятие затраты – это первично, но не все затраты сейчас – это расходы. Если затрата привела к появлению актива, то есть у меня есть нечто, что я могу использовать в будущем. Причем обратите внимание, не обязательно это будет что-то материальное. Как вы знаете, у нас активы могут быть и нематериальные. Да, ну, посмотрите, мы купили, например, страховку, ничего материального у меня не появилось, но у меня будут выгоды в течение года, да, актив. У нас будут расходы будущих периодов, но это актив. А может быть, я сделала предоплату аванс-аренда. Опять же, у меня ничего, что я пощупать не могу, но в данном случае это дебюторская затошь, пока аванс выдан нашему арендодателю. И так далее. То есть активы – это не всегда материальное имущество. Главное, что это ресурс, который мы можем использовать в будущем. Понимаете, лицензию мы купили на производство чего-либо. Опять же, это наш актив. Поэтому, коллеги, те, кто готовы идти со мной по задачкам, то посмотрите, пожалуйста. Вот давайте сейчас посмотрим, что у нас, чем будет в данных случаях операция. Посмотрите, частично предоплачены материалы. Это у нас будут затраты. Почему затраты? А по очень простой причине. Потому что у меня появился актив, и так как это у нас предоплата, то у меня появится дебюторская задолженность. Коллеги, что случилось? Далее, посмотрите. Поступили материалы. Но поступление в данном случае, посмотрите, пожалуйста. Вот как раз-таки тот же самый массив. Да, у меня актив есть. И в данном случае актив мой – это запасы. Запасы, ну, если быть точно, сырье. Но посмотрите, пожалуйста. Так как у меня актив, у меня до этого были затраты на 400 тысяч, а актива на 600 тысяч, то у меня в данном случае актив запаса на 600 тысяч. Дебюторская задолженность аннулировалась, но у меня теперь появится еще и кредиторская задолженность. То есть теперь я буду поставщику, должна разницу. Да? Далее, посмотрите, пожалуйста. Поступили материалы. Опять это у нас актив и снова запасы. Теперь, смотрите, заказаны и оплачены работы по разработке конструкторской документации. В данном случае, опять же, у нас есть затрата, которая приводит к активу. И в данном случае снова дебюторская задолженность. Дебюторская задолженность, пока нам не передадут конструкторскую документацию. Поступил счет на оплату аренды. Вот теперь посмотрите, пожалуйста, коллеги. Поступил счет на оплату аренды. Если это предоплата, а в данном случае здесь счет, то это не затрата. То есть у нас в данном случае, когда мы сделаем предоплату, а вот если это акт, но он у нас, по-моему, будет чуть позже. Поэтому в данном случае поступление счета никаких последствий, ни затрат, ни доход не вызывает. То есть в данном случае нас проинформировали. Далее, посмотрите. Частично оплачена аренда текущего месяца. Мы деньги потратили. Но так как, посмотрите, пожалуйста, это текущий месяц, у меня акта еще нет. То есть опять это затраты, которые опять же привели к появлению актива дебиторская задолженность. Закуплены констовары и хостовары в месяц в офис. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь интересно. У нас, когда в момент закупки, вот сегодня, у меня затрата привела к появлению актива условно запасы, то есть я оприходую констовары, но учитывая стоимость этих констоваров, они у меня в этом же периоде будут расходиться. Но я не помещаю на склад, чтобы потом там, ну, говорю, учитывая сумму 12 тысяч, то они превратятся по окончании месяца, то есть при закрытии периода, в расходы. Но это будет не, вот смотрите, не 8 числа, в данном случае 8 октября, не в момент закупки, а в конце периода. Сходы по окончании периода. Посмотрите, пожалуйста, выдана подотчетная сумма. Опять же, затраты, появится актив, снова дебиторская задолженность, ну, вот в данном случае наш персонал нам должен будет, да, то есть подотчетная сумма. Выплачен аванс. Вот пока мы выплачиваем авансы, все это у нас активы, потому что теперь персонал нам должен. А вот теперь посмотрите, как только у нас предоставлен акт за использованную электроэнергию. Коллеги, посмотрите, вот теперь у меня есть акт, электроэнергия уже использована. У меня ничего не осталось. Вот теперь посмотрите, пожалуйста, в данном случае, так как это производство, у меня электроэнергия не осталась. То посмотрите, пожалуйста, определить будет это затратой в данный момент или расходом, зависит, знаете, от чего. Если у меня, зависит от того, какая форма учета себестоимости будет на предприятии, потому что если электроэнергия входит в себестоимость, то есть, предположим, у меня производственная себестоимость классическая, то в данном случае это затраты, у меня сформируется себестоимость, да, будет отнесено на себестоимость, появится актив, ну, в данном случае, чего мы делаем, мебель. А если у меня себестоимость формируется методом переменных затрат, то есть, а только переменные, а это электроэнергия на наше оборудование, то есть, я не включаю, тогда это станет расходом. То есть, в зависимости от того, мы задаем себе вопрос, привело к появлению актива, то есть, если у нас появился актив мебель, то это затрата, приведшая к появлению нашего актива, она вошла в себестоимость. А если это у нас переменная, а электроэнергия постоянная, то это расход. Поэтому вот здесь, посмотрите, я сейчас поставлю, знаете как, оно у нас может быть как затраты, так и расходы, в зависимости от способа формирования себестоимости. Предоставлен акт за аренду, так как в данном случае аренду, давайте вот я уточнение сделаю, аренду офиса, так как в результате аренды офиса продукцию мы не делали, то вот это однозначно расход. Начислена зарплата сотрудникам мебельного производства, опять же, в зависимости от того, какая у нас политика формирования себестоимости, сначала затрата, потом расходы. А вот сотрудники АУ, пусть они у нас трижды гений, гениальный финансист, бухгалтер, генеральный директор, маркетолог и так далее, так как в результате их деятельности у нас мебели не появилось, то тут однозначно расходы. Поэтому, коллеги, посмотрите, пожалуйста, если изобразить схематично, то, помните, я говорила, ключевое у нас для того, чтобы отличить затраты, расходы от затрат, затраты это, вот все, что мы не тратим, это затраты. Но если у нас еще что-то остается, то это активы. Если не осталось, то расходы. Но, коллеги, наши активы рано или поздно будут отгружаться, они превратятся в расходы. Тут вопрос будет во времени возникновения. Поэтому, посмотрите, если добавить дополнительную схему, сейчас вот здесь ниже изображу, то посмотрите, пожалуйста, как у нас будет это выглядеть. Так, давайте для наглядности. То есть, посмотрите, да, мы говорим, у нас есть затраты. Соответственно, сейчас давайте покрупнее сделаю, чтобы было видно издалека. Наши затраты либо привели к появлению, как мы сказали, актива, которые, в свою очередь, у нас могут быть как запасы. А запасы, посмотрите, пожалуйста, у нас это и сырье, и незавершенное производство, и готовая продукция, товары для перепродажи, то есть материальные запасы. Это может быть дебиторская задолженность. Если мы с вами сделали некую предоплату, это может быть необоротные активы, если мы приобрели долгосрочные лицензии, основные средства и так далее. Либо же, посмотрите, пожалуйста, если в результате затраты не возникли у нас активы, то возникли сразу расходы. Но, так как наши активы у нас превращаются, превращаются, то они у нас рано или поздно, посмотрите, пожалуйста, приведут к появлению готовой продукции. То есть, ну да, сначала у нас, говорю, будет незавершенное производство, готовая продукция. Так вот, у нас появление готовой продукции. Я всю линейку не буду писать там, думаю, все понимают, незавершенное производство разной степени. Теперь готовая продукция, а в свою очередь готовая продукция, у нас распределиться на продукцию подруженную и складские запасы. Соответственно, посмотрите, пожалуйста, когда мы будем закрывать с вами, есть термин «закрывать период», у нас появятся, давайте, активы. В данном случае я имею в виду складские запасы, себестоимость, это отгруженная продукция. Так вот, посмотрите, если мы с вами будем говорить, коллеги, есть? Что, точеку появился. Давайте продолжим. Вот, посмотрите, чтобы проиллюстрировать вот эту мысль, что управленческие, коммерческие у нас сразу в расходы идут, а вот затраты на производство могут приводить к появлению как активов, так и к расходам, давайте вот перейдем на интересную задачку, называется «Моторное масло». И давайте посмотрим. Итак, руководство холдинговой компании, занимающейся оказанием транспортных услуг, приняло решение об открытии дочерней компании «Моторное масло», специализации которой будет выпуск моторного масла в канистрах. За первый год работы было реализовано 9000 единиц продукта по цене 200 рублей на единицу. На конец года запас продукции составил 800 единиц. При этом, обратите внимание, в производстве осталось 400 единиц, которые были полностью укомплектованы материалами и наполовину дополнительными затратами. Что означает дополнительными затратами? То есть затратами на производство. Давайте, предположим, мы с вами делали мебель, столы, за которыми мы сидим, то есть сырьемы в производство полностью отгрузили, то есть необходимую, не знаю, тут ДСП или что это у нас, для производства столешницы. А вот сделали стол, изготовили, то есть труд электроэнергии только наполовину, то есть еще не собрали полностью наши шкафы, то есть не обработали полностью. В течение года на дебете счета основного производства были учтены следующие затраты. Обратите внимание в формулировку затраты. То есть когда мы говорим, что вот эта затрата привела к появлению готовой продукции, на 20-й счет, то есть на основное производство. И мы видим, какие затраты были туда отнесены. Всего на сумму, как видите, 1 миллион 564 тысячи, у нас тут и основные материалы, и труд основных рабочих, и переменные косвенные, и постоянные косвенные. И у компании были непроизводственные расходы. Почему они называются расходы? Потому что так как они не привели к появлению нового актива, ну вот у нас тут коммерческие, административные, то это расходы. А теперь посмотрите, пожалуйста. Андрей, все понимаю, пишут, что там в эфире кашляют, чихают, разговаривают. Уважаемые слушатели в режиме вот в Teams, я попрошу, вы себе микрофоны отключите, потому что у нас в аудитории тихо-тихо. Соответственно, это вы друг другу мешаете. Давайте проявлять уважение друг к другу. Итак, посмотрите. По окончании года бухгалтер дочерней компании подготовил отчет о прибылях и убытках, используя калькулирование по полным затратам, где указал прибыль в 11 тысяч. Однако, прибывший на проверку ревизор холдинговой компании подготовил другой отчет о финансовом результате использования калькулирования по переменным затратам. Согласно этому отчету, компания несет убытки. Оба отчета представлены управляющему холдингу ответственным за деятельность этой дочерней компании. На основании их он должен принять решение о продолжении деятельности данного сегмента. И наше задание, посмотрите, просит рассчитать себестоимость единицы продукции методом переменных и полных затрат, чтобы мы понимали, что пойдет в расходы, что нет. Далее подготовить отчет о финансовых результатах, используя методы калькулирования по полным и по переменным, и объяснить разницу между двумя отчетами управляющими так, чтобы он мог понять, почему оба отчета приемлемы. И откуда, собственно говоря, возникает разница. Коллеги, если с нашими коммерческими, управленческими все понятно, то с затратами производственного характера непонятно, приводят они к появлению нового актива или нет. Давайте разбираться. И специально со строк 12 по 16 я перенесла вот на сумму 1 564 те затраты, которые у нас есть. Чтобы составить, рассчитать себестоимость единицы продукции, я знаете, что сделаю? А я продолжу табличку дальше. Давайте зададим себе вопрос, а с каким объемом, то есть с каким количеством связаны данные затраты? И посмотрите, основные материалы у нас отгрузили в основной производство. Ну, давайте представим, переместили в цех производства на 714 тысяч. Если мы посмотрим с вами задачу, то мы в течение года 9 тысяч штук продали. Значит, они были сделаны, то есть материалы на них потрачены. Далее. Плюс. Нам известно, что у нас 800 штук готовых есть на складе. Значит, сырье на них тоже было потрачено. И посмотрите, у нас в незавершенном производстве есть еще 400 единиц полностью укомплектованных материалами. То есть еще плюс 400. То есть в данном случае наши основные материалы на сумму 714 тысяч были потрачены, не израсходованы, а потрачены на создание 10 200 единиц. Далее, посмотрите. Если мы говорим о труде, то посмотрите, да, здесь 9 тысяч у нас произведены, 800 наличий, а 400 штук у нас сделаны только наполовину. Да, поэтому перед 400 штук я могу поставить вот так 0,5. То есть затраты у меня произведены наполовину, то есть еще половину затрат мы должны понести в виде там зарплаты. Ну и все, что отсюда вытекает. И аналогичная ситуация у нас с вами с прочими, ну тут переменные косвенные, постоянные косвенные. То есть если мы говорим об объеме, на который распространяются наши затраты, то на материальные ресурсы это 10 200, а остальные строки относятся к 10 тысячам. Так вот, посмотрите, если я буду рассчитывать переменную себестоимость, то в соответствии с определением переменная себестоимость, переменную себестоимость, у нас тогда с вами в учетной политике будет написано, что в себестоимость продукции входят переменные затраты. То есть тогда основные материалы я учту. 714 разделю на 10 200, получу 70 рублей на единицу. Труд основных рабочих учту и переменные косвенные учту. И тогда у меня переменная себестоимость одной единицы составит 120 рублей за канистру масла. Если я считаю производственную себестоимость, то посмотрите, пожалуйста, производственную себестоимость, это у нас прямые затраты плюс общепроизводственные расходы. Ну это вот у нас 26, да, как говорят, счет закрывается. То есть тогда у меня себестоимость одной единицы продукции будет 155 рублей. Разница возникает за счет того, что наши постоянные косвенные расходы включаются в себестоимость. Коллеги, все понимают, почему разница возникает. То есть если, вот даже, давайте представим, у нас два идентичных предприятия. На одном предприятии в учетной политике, будь то по бухгалтерскому учету, будь то по управленческому написанному, при расчете себестоимость включается и всегда перечисляется перечень затрат. И есть разновидная себестоимость, и как называется переменная себестоимость. Туда включаются только прямые затраты. В нашем случае это 120 рублей. А другое предприятие, вот один в один работает, у них производственная себестоимость, и тогда туда включаются в том числе наши общепроизводственные расходы. В связи с тем, а есть, вы знаете, еще понятие полная себестоимость. Вот если говорить о термине полная себестоимость, то полная себестоимость, это производственная себестоимость плюс затраты на продажу. Но обратите внимание, а какие затраты на продажу у нас были? Вот у нас есть коммерческие расходы. Но постоянные расходы, они связаны с реализацией данного объема? Нет, это может быть у нас вывеска, стоит билборд, размечаем мы макет в журнале. А вот переменные на единицу реализованной продукции, переменные это как раз таки то, что может быть доставка, потребительную упаковку, может быть агентское вознаграждение предусмотрено, они связаны с реализованным объемом. Поэтому, посмотрите, если бы мы рассчитали, я чуть усложню задачу, еще полную себестоимость, то посмотрите, тогда туда помимо наших затрат производственного характера вошли бы затраты на продажу. И в нашем случае они бы составляли вот эти 15 рублей на единицу. И тогда переменная себестоимость, вернее, полная себестоимость была бы 170 рублей. Разница была бы вот в этих 15 рублях. То есть, посмотрите, в зависимости от того, какой тип формирования себестоимости выбирает предприятие, мы определяем, вот эта затрата вошла в себестоимость или нет. Если она вошла, то она привела к появлению актива. Если она не вошла, то есть актива не возникла, значит она станет расходами. Давайте мы с вами, чтобы это увидеть, сформируем отчет о финансовых результатах двумя методами. Итак, давайте посмотрим. Если бы я сейчас формировала ОФР, отчет о финансовых результатах, я вот так ОФР, надеюсь, все знают, что это, то начинается у нас отчет о финансовых результатах с выручки. Выручка у нас, какой бы мы метод, а я сейчас буду вот тремя методами посчитаю, уж раз у нас себестоимость есть, каким методом бы я не считала, мы продали 9 тысяч изделий по 200 рублей. То есть, какой метод я бы не использовала для формирования себестоимости, то выручка у нас будет составлять 1 миллион 800 тысяч рублей. А вот теперь посмотрите, себестоимость. Вспоминаем определение. Себестоимость – это затраты на производство отгруженной продукции. Так вот, посмотрите, отгрузили мы с вами 9 тысяч изделий. То есть, не все, что у меня на 20 накопилось, было потрачено. Вот, соответственно, у нас 1 564 миллион – это затраты на производство, а расходы – это только отгруженная продукция. Так вот, отгрузили мы 9 тысяч изделий, а затраты на производство одной штучки, посмотрите, если переменная себестоимость, то это 120 рублей. Если производственная себестоимость, то это 155 рублей. Если полная, то это 170 рублей. То есть, строчки себестоимости я 9 тысяч умножаю на разную себестоимость. Коллеги, тогда встает вопрос. Погодите, как же так? Если наши затраты 1 564, а себестоимость – 1 080, куда же делать остальное? А вот остальное приведет к появлению у нас, у нас, помните, 800 штук на складе, осталось и еще 400 незавершенного производства. Так вот, посмотрите, когда я буду рассчитывать валовую выручку, ой, валовую прибыль, извините, пожалуйста, то, как вы знаете, это разница выручка минус себестоимость. И посмотрите, какая большая разница. Если мы далее продолжаем, а вот здесь как раз-таки настал момент истины, вот как раз-таки затраты, расходы. Когда я... Наши все затраты, они вот у нас перечислены по условию задачи. И если мы говорим о переменной себестоимости, то мы с вами переменную себестоимость, вот глядя на нашу табличку, видите, включили только основные материалы, труд производственных, переменные косвенные. А постоянные косвенные не включили. То есть, если вспоминать наш слайд, то, что затраты либо приведут к появлению актива, либо станут расходами. Если наши постоянные не вошли в стоимость актива, то есть стоимость продукции, то значит, они должны стать расходом. Поэтому у меня постоянные косвенные расходы будут, общепроизводственные расходы 350 тысяч. А вот когда мы с вами использовали производственную полную себестоимость, они вошли у нас в себестоимость. То есть, они привели к появлению актива. Значит, отдельно сейчас я их учитывать не буду. Коллеги сейчас все понимают, почему. Смотрите, у нас была затрата 350 тысяч. В первом случае, когда переменно, мы их не включили в себестоимость, значит, они стали расходами. А во втором и третьем мы включили, то есть, они привели к появлению актива, продукции. Значит, это не расход. Расход будет возникать во время отгрузки. Вот в чем разница. Тяжело, Галина пишет. Давайте еще разочек. Посмотрите. Вот у нас список затрат. Если я включила в себестоимость, то значит, я говорю, что данные три строки, то есть материалы, труд и косвенные расходы, привели к появлению готовой продукции, актив. То есть, они вошли в себестоимость. Я, соответственно, скажу, что у меня на складе сначала появится активов на миллион 214, потом что-то я отгружу, что-то останется. А вот при производственной полной себестоимости я в 7 миллион 564 включу в себестоимость. Значит, тогда отдельно я их вычитать не должна. Они вошли вот сюда, в себестоимость. Далее, посмотрите, пожалуйста. У нас есть непроизводственные расходы, коммерческие. Случаи переменной себестоимости мы их никоим боком не включали. В таблице и во всех себестоимостях Регина не совсем поняла вопрос. В таблице и во всех себестоимостях что вы имеете в виду? Коммерческие расходы. Они еще не учтены, мы до них сейчас дойдем. Они не учтены. Коммерческие расходы. Посмотрите, у нас известно. 50 тысяч у нас постоянные. Мы их не включали в себестоимость. Значит, они расходы периода. Плюс, посмотрите, у нас было 15 рублей на каждую проданную единицу. А продали мы с вами 9 тысяч штук и умножить на наши 15 рублей. То есть, наши коммерческие расходы составят 185 тысяч за исключением полной себестоимости, где мы помните, вот эти 15 рублей включили в себестоимость. Значит, в данном случае у нас к расходу приведут только 50 тысяч. То есть, посмотрите, у меня коммерческие были постоянные 50 тысяч и переменные 15 на проданную единицу. Продали мы 9 тысяч штук. То есть, в данном случае у нас будет 135 тысяч переменных. Соответственно, в переменную себестоимость и в производственную они у нас не входили. Видите, мы же в себестоимость включали только вот производственные расходы, либо 3 строки, либо 4. Поэтому они у нас вот здесь 185 тысяч. А когда мы считали полную себестоимость, мы 15 рублей, которые вот переменные, включили, значит, в расходы останутся только 50. То есть, всего затрат 50 плюс 135, 185 тысяч. У меня получается, что 135 вошло вот сюда, а 50 вот сюда. То есть, либо у меня появился актив, либо у меня появился расход. А вот административные расходы, как раз-таки наши управленческие, так как они у нас ни в одном из трех вариантов не входили в себестоимость, то они составят 209 тысяч абсолютно при любом варианте развития событий. И когда мы с вами будем считать прибыль от продаж, а у нас это будет валовая. Сейчас, Олег, прокомментирую, вижу ваш вопрос. Валовая минус все остальные расходы, то действительно посмотрите, пожалуйста, если мы используем полную себестоимость, у нас прибыль от продаж составляет 11 тысяч, а вот если используем переменную, то убыток. Вопрос, а как же так, если исходные данные от них те же? Коллеги, а не забывайте, что у нас остались запасы. И при формировании полной себестоимости, ну или будь то производственной себестоимости, да, мы получили сейчас прибыль, но у меня остались запасы по 155 рублей. И при продаже я с каждой штучки, мы продаем по 200, заработаю 45 рублей. То есть у меня немного прибыли в будущем есть еще. А вот когда я сейчас получила убыток в переменной, мои запасы дешевле, 120 рублей при продаже по 200, я получу с каждой продаваемой штуки 800 рублей. То есть продав наши 800 на складе, у меня 64 будущей прибыли. То есть прибыль будет больше в будущем. Результат у нас сравняется. Какой бы вариант мы с вами не использовали, он будет одинаковый. Что не видно, что подсказать? То есть посмотрите, поэтому при формировании отчета финансовых результатов, для того, чтобы понять, а какие расходы вы включаете в расход периода, а что включаете в затраты? Задайте себе вопрос. Вот состоялась затрата, мы потратили сырье, появилось у нас что-то новое? Да, продукция. Это затрата, приведшая к появлению нового актива. А вот я заплатила аренду. Это затрата или расход? Если эта аренда не привела, вот вам акт выдали, к появлению нового актива, это аренда офиса, то это расходы управленческие. Если это аренда производственного помещения, откройте, как у вас формирует свою учетную политику? Если у вас общепроизводственные расходы, постоянные, в котором относится аренда, входит в себестоимость, то мы это с вами условно, как говорится, общепроизводственные расходы, которые потом у нас пойдут на производство, увеличат себестоимость. Значит, это не расходы периода. У меня появился актив, готовая продукция на складе, которая потом в момент отгрузки и будет превращаться в расходы. Если же у вас переменная себестоимость формируется, то есть данная аренда или амортизация не вошли в себестоимость продукции, то тогда эти расходы будут учтены в периоде. А теперь посмотрите, очень хороший вопрос задал Олег, написал, почему управленческие переменные мы не включаем в полную себестоимость? Коллеги, если говорить о бухгалтерии, то бухгалтерской учетной политике, я имею в виду, может быть прописана, конечно же полная себестоимость, когда в том числе могут включать управленческие расходы, то есть полностью все расходы в себестоимость. Давайте сразу поясним, для чего это делается. Если смотреть стандартную форму отчета финансовых результатов, причем как российскую, так и по международным стандартам, у нас есть валовая прибыль, там будет операционная прибыль, а далее управленческие и коммерческие. Для чего выделяются эти строки? Потому что мы с вами валовая прибыль позволяет нам оценить эффективность производства, а стоит ли вообще заниматься производством данной продукции, ну, если торговое предприятие, продажей продукции, если это оказание услуг, там оказанием услуг, выполнением работ. А потом управленческие, коммерческие, мы получаем прибыль от продаж. Так вот прибыль от продаж позволяет нам судить, а насколько мы рационально, адекватно, масштабом бизнеса, рентабельностью бизнеса им управляем. И посмотрите, пожалуйста, если у меня тут небольшое предприятие, ну, я ИП тут открыла, условно, ну, вот, те же столы делаем с вами, да, гвоздики забиваем. У нас валовая прибыль миллион. Это хорошо или плохо? Хорошо. Мы заработали за месяц миллион рублей. Но если я потом, как директор, взяла я себе зарплату, поставила полтора миллиона, у меня прибыль от продаж убыток, то это не потому, что бизнес не выгоден, а потому что управленческие расходы, ну, либо коммерческие, не соответствуют масштабу этого бизнеса и получаемой прибыли. Понимаете? Поэтому посмотрите, в бухгалтерии можно управленческие расходы относить на себестоимость. Крайне редко, но предприятия это делают. Как правило, коллеги, ну, не побоюсь это сказать вслух, и под запись, связано с тем, чтобы спрятать эти самые управленческие расходы в себестоимость, ну, чтобы не будить излишнее любопытство, ну, как раз ОАО, малый бизнес это редко делает, ОАО это делает, потому что они публикуют отчетность, чтобы не было вопросов. А если мы говорим об управленческом учете, давайте вспоминать, для чего существует управленческий учет? Для того, чтобы менеджмент компании мог принимать решения. Так если мы все расходы в кучу, в себестоимость, какие решения я приму? Скажу, ой, как дорого, не будем мы включать, заниматься далее производством. Поэтому в управленческом учете абсолютно экономически, понимаете, нецелесообразно прятать управленческие расходы, себестоимость, потому что, тогда о каких решениях будет идти речь? Далее, Регина спрашивает, как в торговле будет это выглядеть? Там же не производится ничего. А у вас закупка? Посмотрите, пожалуйста, то, что у меня сейчас, посмотрите, ваши производственные затраты, это как раз-таки затраты на приобретение продукции, на доставку товаров вам, торговля, вам же нужно закупить то, что вы продаете. Это ваша себестоимость. Цена закупки, плюс доставки, плюс, опять же, торговая точка, она, это тоже ваши затраты производственные, организации торговой точки, в данном случае, это общепроизводственные расходы. То же самое, только в данном случае у вас будет иначе формироваться затраты. Коллеги, есть ли еще вопросы? Посмотрите, не знала, какую задачку решим. У нас есть еще две задачки. Для тех, кто желает порешать, попрактиковаться, насколько правильно понята тема, можете решить самостоятельно и прислать файл, с удовольствием прокомментируя, проверю. Для тех же, кто хочет разобраться с этим подробно, вместе с преподавателем, хочу сказать, что данные темы мы рассматриваем на курсе основы управленческого учета бюджетирования. Курс идет дважды, а то и трижды в месяц. Занятия проходят и днем, и вечером, есть и открытое обучение, и группы выходного дня. Будем рады видеть вас в центре специалистов. Соответственно, вдруг кто-то еще не успел записать, то, пожалуйста, контакты центра специалистов на экране. Можно посмотреть, как в офис написать, можно позвонить напрямую в комплексы, в которых курс идет. Теперь посмотрите, Наталья Романова спрашивает, в научно-исследовательском учреждении себестоимость есть везде. Коллеги, это ваши затраты. Тут нужно опять же посмотреть, если это длительное исследование, то у вас будет возникать как раз-таки затрат. Давайте предположим, идут у меня исследования. Вот я новый препарат изобретаю, давайте фармацевтическая компания, то есть у нас институт, ну как они, биологи, фармацевты, и у нас работает лаборатория. Они получают заработную плату, проводят там исследования, есть это все затраты. Почему? Потому что у меня формируется себестоимость данного исследования. По завершении исследований, там, ну не знаю, проб, там, всех, либо у меня лекарство получило патентом, сертификат, извините, я ни разу не медик, но предполагаю. Тогда это у меня, у меня появился актив, препарат такой-то, себестоимостью, которую я постепенно, то есть я сама себя установлю, ну знаете, как с основными средствами, что препарат будет однозначно приносить мне выгоды в течение 20 лет, и соответственно, это будет стоимость списываться на расходы, затраты на его разработку. А если исследования, ну вот в конце мы проводим, там, подали на патент, может быть, на получение разрешительное, нам говорят, ерунду вы изобрели, то есть получается, что вот эти все затраты к появлению актива не привели, они тогда и сейчас в этот момент будут списаны на расходы. Это если ввелись именно исследовательские работы по направлениям. Если это ваша операционная деятельность, тогда это будут текущие расходы. Коллеги, теперь, да, коллеги спрашивают файлы, где взять задачки, где видео. Коллеги, файл задачки, посмотрите, вот я сейчас Teams покажу на экране, вот как раз-таки наш семинар, вот вкладка файла, здесь лежит файл, сейчас, так, куда, давайте сейчас команды, семинар наш, с вами общие файлы, лежит, вот он файл, задача пример. Видео, соответственно, сейчас, как только я завершу, Teams его обработает, соответственно, в нашем, вот как раз-таки, прямо в группе, вот здесь появится видео, то есть это вот то, что мы сейчас с вами делали, записывалось доскам, и будет видео, можно будет спокойно, не спеша пересмотреть и разобраться. Коллеги, на этом я благодарю за то, что вы пришли, поучаствовали, будем рады видеть вас среди наших слушателей. Всего доброго и до новых встреч!